Слава Господу, братья и сестры! Слава Господу! Вы знаете, как Бог защищал нашу страну? С вами несколько раз с помощью морозов. В 812 году от Наполеона Бонапарта, в 43 году от фашистов. В этом году не знаю. Может быть, была угроза, которой мы с вами не подозреваем. Я говорю об этом на полном серьезе. И Бог просто предотвратил и защитил. И вообще, в эти морозные дни, размышляя, вижу много преимуществ от этой погоды. Во-первых, убиваются микробы разные. Потому что мороз не только страшен для хороших людей, но и для плохих микробов. Люди, в частности девушки, одеваются гораздо целомудреннее. Они даже закрывают те части тела, которые не обязательно закрывать. Мораль поднимается в это время. И, наконец, человек, каждый чувствует, что ему уже не так жарко. Мороз. Вы знаете, что те же обстоятельства, которые Бог посылает, трудные в нашу жизнь, после, когда мы оглядываемся назад или изучаем историю Божьих людей, мы видим, как это Бог все оборачивал на пользу человеку. Мы знаем с вами о трех патриархах, которые являлись основоположниками израильского народа, или прародителями, правильно сказать, Авраам, Исаак и Яков. И Бог называл себя даже их именами. Он говорил, я Бог Авраама, Исаака и Якова. Это были люди, каждый со своим характером. И вы знаете, что в человеческой природе очень свойственно. Я думаю, что израильтяне немножко в этом тоже имеют какие-то неправильности. Людям свойственно так представлять своих прародителей или своих героев, как идеальных людей без всякого изъяна и недостатка. Но когда я снова и снова перечитываю историю, я вижу, что это люди. Обычные люди, в сердце которых жило что-то необычное, что побудило Бога избрать их из среды всех и поставить для высоких целей, для высоких задач. Я вижу, как разными путями Бог сотворил в них то, что Он желал в них видеть. И ставя себя на их место, я всегда думаю, насколько бы я мог выдержать в тех обстоятельствах. Насколько бы я мог пройти то, через что Бог творит в нас то, что желает видеть. Сегодня я хотел бы говорить о Якове. Это человек, который имел очень такой яркий, бурный характер. И это тот же самый, который из всех патриархов, наверное, больше всех пострадал. Вы знаете, что мы привыкли с вами мыслить о Якове, как о пронырливом человеке, который не полезет за словом в карман, который уже с самого рождения, держась за пету своего брата, показал, что это очень хваткий человек. И поверхностно, читая Слово Божие и историю жизни этих людей, нам кажется, что благодаря своей хитрости и пронырливости Яков как-то хорошо прожил, разбогател, немножко где-то пострадал за свои ошибки и так далее. Но когда мы глубже вникаем, мы видим, что этот человек был практически, можно сказать, до конца своей жизни, по человеческому рассуждению, беззащитным человеком. Этот человек, которого очень часто сопровождал страх. Вы помните, что когда ему удалось хитростью с помощью матери, кстати, не Яков догадался, как украсть благословение. Ему подсказала мама, это родная сестра Лавана. У Лавана хитрости было раз в 10 больше, чем у Якова и всех патриархов вместе взятых. И она научила его, как поступить. И когда он это сделал, все это происходило в постоянном страхе. Он матери своей сказал, если мы так поступим, я вместо благословения могу навлечь на себя проклятие. Мама его уговорила. Потом он бежит от своего брата, который грозился убить его. Потом он 20 лет служит у Лавана, который обманывает его многократно, договариваясь об одной награде, переменяет ее, как Яков сказал, 10 раз. И когда, наконец, Яков ушел от него тайно, то потом Лаван, догнав его, говорит, почему ты ушел? Яков говорит, если бы не Господь был со мной и не страх Исаака, то ты отпустил бы меня ни с чем. Интересен перевод в одном месте. Страх Исаака переводится как Бог Исаака, наводящий ужас. Яков был беззащитен по человеческому определению. Он был пришельцем в той земле, где был Лаван. У него не было ни одного своего человека, когда его самый ближайший родственник Лаван пытается из него извлечь выгоду всеми путями, больше никаких заступников, и только Бог заступался за этого человека. И вопреки всем коммерческим, экономическим, политическим законам, Яков разбогател. Он составил большое имущество и однажды ушел. И когда он возвращался в свою землю, он возвращался по велению Господню. Бог сказал ему, иди и возвратись туда, в ту землю, которой я предназначил быть вашим владением в будущем. Яков шел, и снова его сердце наполняет страх. Он знает, что ему нужно встретиться с Ясавом, 20 лет которого назад он обманул и перехитрил. Иногда нам кажется, что есть проблемы в нашей жизни, если мы завязали какой-то узел, или мы нарушили отношения с каким-то человеком, мы надеемся, что время изгладит это все. Мы надеемся, что наш переезд в другую географическую зону решит эту проблему. Но у Бога такие законы, что если ты испортил с кем-то отношение, рано или поздно ты встретишься с ним лицом к лицу. Независимо от того, являешься ли ты патриархом, проповедником или епископом, или каким угодно высоким и благословенным человеком с высокими в жизни целями, тебе нужно будет вернуться туда, где однажды ты оставил пятно. Тебе нужно будет вернуться туда, где однажды ты завязал узел и не развязал его. И вот эта встреча предстояла Иакову. Я думаю, что многие здесь находящиеся пережили, наверное, все такие ощущения, которые мы испытываем перед экзаменами или перед операцией, когда что-то как-то все внутри слабнет, и как-то мы не можем найти себе места, и наши ладони потеют, и холодным потом покрывается спина. Очень неприятные ощущения. Потому что мы вступаем в некоторую неизвестность, мы знаем, чем это что закончится. И вот гораздо труднее чувствовал себя Иаков. И он послал посланника к своему старшему брату Исаву, и говорит, я возвращаюсь. Он назвал себя рабом, несмотря на то, что по законам того времени он был первенцем, он купил это благословение, его благословил отец как первенца. Но Иаков говорит, я раб твой, я иду из земли. Господь дал мне имущество, я возвращаюсь. И его извещают, идет Исав навстречу тебе, и с ним 400 человек. Не очень приятное сообщение. Иаков беззащитный человек. Поймите, это был тот, который надеяться мог только на Господа. И после в Псалтере напишут, если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, живыми поглотили бы нас люди. И Библия говорит, 7 стих 32 главы Бытия, Яков очень испугался и смутился. Сегодня в умах людей пытаются представить образ идеального человека, как говорят, Супермена. Создают различные фильмы, произведения, что угодно. И я слышал о том, что есть такой фильм, Терминатор, где главным персонажем является человек, или там полуробот, непонятно, какое-то существо, который ничего не боится, ничего не страшится, и все, чего хочет, то и делает. И когда я думаю сегодня, читая Священное Писание, я понимаю, как враг обманывает людей. Он ставит перед ними образ такого человека, такой идеал, которого не нужно достигать. Когда я читаю Слово Божие и вижу, как эти великие люди испытывали присущий всем нам страх, вместо того, чтобы думать, Господи, кого ты сделал прародителями Израиля, я думаю о том, что, Господи, есть шанс у каждого. Это не были терминаторы. Это не были люди с железной волей. И Аврааму, и Исааку, и Иакову был присущ страх. О всех о них написано, что когда-то они пугались. Это не были терминаторы. Это были люди, только люди Божии. И вот, что отличало их от всех. Иаков предпринял некоторые действия. Он разделил свой стан на случай, если его родной брат Исаав придет разбомбить все его имущество и всю его семью. Написано, что прямо в эту ночь он перевел все свое семейство, все имущество через поток. И с 24 стиха я хочу обратить наше особое внимание. «И остался Иаков один». Когда человек остается один, это очень особенное время. Враг сегодня, с одной стороны, изолирует человеческое общество друг от друга, и люди не общаются друг с другом так, как это было раньше. С другой стороны, человек, будучи изолированный от людей, не остается изолированным от информации. У него дома стоит телевизор, у него дома интернет, и у него мобильный телефон и стационарный телефон. Все сделано для того, чтобы человек, оставшись один, не остался один. Чтобы он всегда был неспособным остановиться и начать думать. Но когда мы читаем о Божьих людях, о наших патриархах и духовных прародителях, мы видим, что это были люди, которые мы умели быть действительно одни. Аврам, заключающий завет с Господом и в ночи ожидающий его. Исаак, выходящий в поле поразмыслить, отодвинувший все дела и вопросы в сторону. Иаков, написано, остался один. Когда мы одни, в это время что-то происходит с нами. Нас начинает происходить в голове размышления. И так и написано в Библии, остановитесь и познайте, что я есть Бог. Об этом Иисус говорил, войди в комнату твою и затворив дверь за собой, помолись Отцу твоему в тайне. Это была молитва в тайне. Иаков остался один. Он думал о своей жизни, он думал о своем характере, он думал о своих методах, с помощью которых он пытался достичь в жизни успеха, безопасности и стабильности. И вот он теперь видел, что в его жизни очередной экзамен. И нет в его жизни, за что бы можно было схватиться, держаться и чувствовать себя спокойно. Но когда человек Божий остается один, на самом деле с ним всегда есть рядом некто. Слава Богу. Написано, что и боролся некто с ним до появления зарим. Так Бог сотворил, что когда человек способен становиться верующей, остановиться и размышлять о своих путях, может быть о тех же самых многочисленных кредитах, о которых мы слышали, и задуматься, в какую суету я попадаю, в какие сети я вхожу, почему так много мне становится надо в жизни, когда Иаков встречается с Исавом, он говорит, у меня есть все. Я читал эти слова и думаю, способен ли сегодня христианин сказать, у меня есть все. Мы можем думать, что Иаков говорит это потому, что у него действительно было много, но покажите мне хотя бы одного богатого человека, который скажет, у меня есть все. Самому богатому человеку еще что-то надо. Сколько бы человек не разбогател, ему нужно снова. И то, что Иаков говорит, у меня есть все, говорит о его внутреннем состоянии, о котором в Библии написано великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Это был человек, который умел остановиться. Он говорит, у меня есть все, Бог благословил меня. И в это время, когда мы способны остановиться в нашем сердце, Господь встречается с нами. Написано, здесь он назван некто. Мы не всегда можем распознать Господа и его действия в нашей жизни, но приходит время, и мы начинаем что-то понимать. Вообще описывается немного странное событие, на первый взгляд. Написано, боролся с ним некто до появления зари, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Представьте себе ночь. Иаков, я думаю, что достаточно сильный человек, это был пастух, который бегал за овечками, если бы мы с вами каждый день бегали за овечками в течение 20 лет, мы с вами тоже были бы сильными, непохожими на себя сейчас. И Иаков борется с кем-то. Я думаю, что внутри Иаков, как и все его отцы, предыдущие понимал, кто здесь стоит. Это не просто человек. И вот борется и борется. И Иаков прилагает все свои силы, все свои усилия, его мускулатура напряжена. И написано, что этот некто увидел, что не одолевает Иакова. И что он тогда делает? Касается бедра, и мгновенно Иаков становится хромым человеком. Какие-то противоречия. Борется в течение нескольких часов и не может победить, потом за одну секунду повреждает бедро. И дальше написано, что сказал ему Иаков, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Мы видим из этих слов, что Иаков понимал сверхъестественную природу личности, которая находилась перед ним. И когда я читаю эту историю, я вижу здесь Божий характер. Бог, который борется в течение долгого времени, и Бог, который мгновенно может что-то совершить. Почему Бог так поступает? Что же, как это может умещаться в одной личности и в одном характере? Однажды один человек из другой деноминации пришел в служение другой деноминации, ему предлагают слово. Он говорит, «Я не могу, я по-другому понимаю и так далее». Я разговаривал с этим человеком и говорю, «Любой Божий человек должен быть способным в любом месте сказать слово Божие. Если мне предложат говорить слово Божие в православном храме, я так должен суметь, чтобы принести благословение людям в православном храме». Так или нет? Бог, который сегодня не могут вместить небеса небес, вмещается в маленьком сердце человека. Даже в сердце маленьких детей. Так или нет? Бог, который совершает огромные и великие дела, который переставляет горы с места на место, этот же самый Бог долгими часами, днями и годами пытается победить нас и нашу гордыню. Может быть, просто наша гордыня больше этих гор? Может быть, наша самоуверенность больше всех галактик, что Богу приходится столько сражаться с нами? Нет. Просто Бог ждет от нас через эти долгие часы и годы добровольного признания, что мы нуждаемся в нем. И когда Бог продемонстрировал Якову свою силу, просто коснувшись его бедра, Он сказал, «Яков, я не могу победить тебя не потому, что я не могу этого, а потому что я жду, когда там внутри у тебя ты скажешь, без тебя ничего не могу. Я говорю, я убеждаю, я умоляю, я достигаю твое сердце, я буду делать это до тех пор, пока внутри себя ты, наконец, не поймешь, что в Боге вся сила, что когда Яков обманывал тебя, Лаван обманывал тебя, и ты вышел с большим имуществом, не потому что ты хитрый, не потому что ты умный, а потому что я был с тобою». И что дальше происходит? Яков говорит, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Мы видим сердце личности, осознавшей великую нужду. Яков предстоял перед экзаменом, когда ему нужно было встретиться со своим не очень мягко характерным братом Исавом, и Яков увидел, он просто истощился, он понял все, что он знал в этой жизни, все, чему он научился. Теперь перед лицом этой проблемы, когда ему нужно развязать двадцатилетней давности узел, он бессилен. Боже, благослови меня, будь со мной, не оставляй меня. И дальше Господь спрашивает его, «Как имя твое?» Он сказал, «Яков». Кто помнит, тот знает, это слово означает «обманщик». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль». Когда Бог желает дать благословение человеку, Он прежде всего желает, чтобы это благословение попало в правильные руки. Мы с детства с вами начитаны в разных сказах о волшебной палочке. То есть, когда эта палочка попадает в руки какого-то человека, она может творить все. И представьте себе, если эта палочка попала в руки злодея. Начнут происходить великие, я думаю, что существование одной такой волшебной палочки уже от земли ничего не останется. Я просто в этом уверен. Поэтому ее не существует. Бог не попустил этому происходить. Когда Бог дает свои огромные ресурсы, свое благословение, Он прежде из Якова делает Израиля. Он что-то меняет в нас. Он дает нам некоторую хромоту, которая напоминает нам в течение нашей жизни, что одним прикосновением Бог может сразить что угодно. И Бог называет его новым именем. И дальше написано, что Господь говорит ему, ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Как я говорил, Яков был беззащитным человеком. Вокруг него были многие сильные народы, вооруженные армии. И он шел с детьми, с женами, шел со слугами, с верблюдами, с ослами, с овечками. Он просто шел без всяких военных атрибутов. И только Господь мог защищать его. И Бог говорит, ты будешь человеков одолевать. Нужно ли сегодня верующему человеку такое благословение? Одолевать человеков. Когда Иисус говорит, что кто постыдится меня вроде сьем прелюбодейным и грешным, я вижу, как люди, этот прелюбодейный и грешный род преобладает и побеждает христианина. Так, что верующий человек боится открыто сказать, Господь есть Бог, и Ему я буду служить, и в Его Слово верить. Человеки одолели. Человеки одолели не только христиан по одиночке, некоторые человеки одолели целые общины, когда церковь, в кавычках, начинает жить по принципам этого мира. И Бог сказал через апостола Иоанна такие слова, «Сияясь победа, победившая мир, вера наша». Сегодня всякий человек, который встает на нашем пути к препятствиям исполнения воли Господней, Иеремия пророк даже сказал об одном царе, «Тебя преодолели и превозмогли друзья твои». Сколько молодых христиан сегодня страдает от того, что у них есть друзья и сверстники, мнение чего и влияние чего они просто не способны победить. И они идут вместе с этой толпой, они одеваются вместе с этой толпой, они говорят речью этой толпы, они стригутся по принципу этой толпы. Но Бог говорит, «Яков, ты будешь одолевать человек, весь мир, вставая против тебя, препятствием на пути исполнения воли Божьей, будет побежден, потому что мое благословение с тобой». Слава Богу! Дальше мы читаем такие слова, «И спросил Яков, скажи имя твое, он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там». Когда Господь начинает действовать в нас и совершать что-то, показывать, нам иногда хочется стоять на одной ноге с Господом. И мы начинаем позволять себе какие-то вещи и входить в то, что для нас недоступно, нам кажется, что мы теперь уже равны с Богом. Бог говорит, «Яков, я знаю твое имя, но ты будешь познавать мое имя всю вечность, потому что оно чудесно. Не думай, что сейчас, так как я быстро узнал тебя и совершил дело с тобой, так быстро ты узнаешь меня. Это у человеков так происходит знакомство. Сережа, Паша, очень приятно, до свидания. У Бога, Яков, второй, а мое имя чудно. Всю вечность будешь узнавать мой характер. Я еще дальше буду вести тебя и учить тебя». И дальше написано, «Нарек Яков имя месту тому Пинуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Когда о нашей жизни происходит встреча с Господом, даже если она болезненна, и у нас остается какая-то хромота, и может быть, мы теряем какую-то в жизни человеческую опору, «Но Бог встречается с нами не для того, чтобы погубить нас». Бог встречается с нами не для того, чтобы судить нас. Бог встречается с нами не для того, чтобы ввергнуть гиену огненную, но Бог встречается с нами, чтобы благословить нас. Для этого Он касается нашего сердца и ведет таким путем, чтобы мы хитрые, продвинутые, умные и верткие хватки вместо Якова стали Израилем, людьми, получающими и отдающими благословения. Когда после Иаков встречается с Исавом, Иаков говорит такие слова, он послал много подарков в виде домашних животных Исаву и говорит, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, ты был благословен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне. Иаков говорит, что этот подарок, который он дает Исаву, множество скота, это Божье благословение, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне. Как часто мы просим у Бога благословения, не понимая, что Бог дает его для того, чтобы мы отдали его другому, даже такому, как Исав, даже человеку, который может иметь злые мысли и намерения о нас, чтобы, встречаясь с нами, соприкасаясь с нашей жизнью, этот человек увидел, что истина с нами Господь. Для этого нам много раз в жизни может понадобиться эта ночь Пенуэла, эта встреча с Господом, когда Бог лишает нас земной опоры и вместо этого вкладывает в наше сердце свою истину, свое благословение и упование на Него. Не к быстроте ног человеческих благоволит Господь, но к надеющимся на Него. Помолимся Богу.